Слушайте. Радио Болткома. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте всем. Я Рита Трошкина и наша гостья юная певица Дарья Чеботарёва. Здравствуй, Даша. Здравствуйте. Мы очень рады, что ты к нам пришла. И вместе мы сегодня включаем зелёную лампу, чтобы помочь чудесным детям. Это пятилетние двойняшки Ксюша и Миша. Мы о них вам уже рассказывали. Более того, недавно на фестивале Family Fest Рига 2022 тоже организаторы помогали собирать помощь этим малышам, потому что им нужно, очень нужно продолжить курс лечения в медицинском центре. Прогноз в Санкт-Петербурге. Они там уже два курса прошли и очень хорошие результаты. У этих малышей с детства вставание в развитии. У Ксюши была эпилепсия. И очень нужны занятия по специальной программе, которая разработана именно в этом медицинском центре. Продолжение этой важной терапии стоит для обоих малышей 4900 евро. И наш телефон 9306384 всю неделю до вторника следующего будет работать для Ксюши и Миши Егоровых. Они Рижане. И мы очень, конечно, волнуемся, потому что праздники впереди Лиго. И не так много слушателей, наверное, но все-таки очень хотим, чтобы мы за эту неделю смогли помочь и собрать вот эту сумму, которая позволит малышам оплатить лечение. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Даша Чеботарева, певица. Она совсем юная певица. Ей 18 лет. Она только что закончила школу. Вот буквально только что экзамены сдала. И так совпало, что сегодня день тоже особенный у нас. Сегодня Виктору Цою, легенде рока и нашему одному из самых известных музыкантов, исполнилось бы 60 лет. День рождения Цоя. А год назад, в апреле 1921 года, Даша, которая тогда была 17 лет, записала кавер-версию песни Виктора Цоя «Апрель». И вышел клип, который… Сколько, Даша? Вот скажи сразу сейчас, слушатели, пользователи. Уже набрал больше миллиона просмотров. Миллион и восемь просмотров. Почти два миллиона. Почти уже два. Миллион восемьсот тысяч. С чем-то тысяч. Это вообще потрясающий результат. Тем более, что для специальной раскрутки ничего особенного не делалось. Просто вот он пошёл. Как это было? Вообще, на самом деле, мы не ожидали такого исхода событий. Мы просто чисто для себя записали. Ну, хотели показать миру, так сказать, что мы умеем, что мы можем, какие песни мы хотим предоставить всем, чтобы все слушали, чтобы понимали смысл этих песен. Вот. Это было очень неожиданно. Я в этот день, когда узнала о том, что Денис — это мой помощник, гитарист и друг нашей семьи, захотела записать кавер-версию на песню «Апрель». В этот день я работала, преподавала вокал деткам маленьким. И приезжает Денис и говорит, вот у меня такая идея есть. «Давай запишем вот эту композицию, и на следующий день мы снимем клип. Просто целый день будем снимать, всё, что угодно будем снимать. Возьми с собой свою сестру, мы её красивенько оденем». Младшая, да? Да, в этом клипе снималась моя младшая сестра. Вот. Мы, значит, недолго собиралась с мыслями, такая, ой, ну классная песня. А я её никогда не слышала, «Апрель» вообще. Вообще до этого не слышала? Да, не слышала. Знаю, ну такие, ну всем известные песни, как «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Последний герой», «Перемен». Вот эти я знала, потому что мои родители слушали, и мама всегда показывала мне и моей младшей сестре. А эту песню я не слышала. Я послушала её, сразу же согласилась, потому что это такая возможность, не знаю, только дурак бы отказался от такой возможности записать в такой студии огромный, качественный звук, возможность снять клип. И мы записали, всё у нас получилось. На следующий день мы поехали снимать, целый день провели в дороге. Нам помогала вот моя учительница Тамара Ремкевича, моя мама, мой папа и сестрёнка. И так получилось. То есть так своими силами? Да, 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 просто своими силами. Мы сделали кучу бутербродов, чай, поехали к памятнику Виктору Цою, поехали потом в лес снимать вот эти вот виды красивые. Вот это и в Сигулде вы снимали, да? Да, и в Сигулде мы тоже. Амацев Сигулда. Да, и всё это было снято за один день. Ничего себе. Вот, и так и получилось, что мы просыпаемся, идёт снег, и всё вокруг белое, а под конец дня всё уже растаяло. И вот как под смысл песни пришёл апрель, и всё растаяло, вот, рассеял серых туч. А ты когда, ты сказала, что ты эту песню не знала, да, и вот вы работали над этой записью, ты задумывалась над смыслом, над словами? Вот какие твои мысли? Если честно, я не понимала. Я думала, ну, слова, вот, апрель, да, природа, все дела. Вот, после того, как мы выпустили эту песню, я начала замечать, что достаточно много людей комментируют песню, рассказывают про смысл, о том, что это связано с Богом, о том, что вот он пришёл, рассеял серых туч войска, привёл с собой апрель, и уже под конец начала задумываться, и, да, поняла смысл песни. Глубина открылась. Глубина, да, и уже следующие песни, когда мы записывали, мне было намного легче даже вот осмыслить всю вот эту вот глубину его песен, и легче было даже в клипах сниматься, то есть я могла прям эмоциями показать, что он чувствовал, что чувствую я. Конечно, по-своему, не так, как он, не так, как, например, чувствуют другие, да, но всё равно все наши клипы, они были сняты, и все песни записаны с душой. Даша, а когда вот вы начали, вы увидели, что клип набирает популярность, когда вот миллион, да, потом... За неделю сто тысяч. Да, за, за... Вот как ты вообще это воспринимала? Твоя реакция? Просыпалась я с мыслью... Нет, даже так скажу. Меня будила всегда мама со словами «Звёздочка проснулась», «О, звезда у нас родилась, да, ты посмотри, сколько просмотров». Вот, я, ну, конечно, была очень рада, это шок, у меня такого никогда не было. Я думала, ну, не может быть такого, но всё равно у меня где-то в голове была такая мысль, что, ну, это не навсегда, и бывают и взлёты, и бывают падения, главное сейчас не зазвездиться, не быть там прям такой... Ты к себе критически относишься. Да, потому что меня родители всегда учили, что как бы у тебя не была успешна твоя карьера, никогда не ставь себя выше других, никогда не смотри ни на кого свысока, вот. И я, ну, это понимала, вот, и, да, и поняла, что всё-таки нужно немножко себя, вот, ограничивать. Кстати, очень-очень интересная мысль, связанная с Цоем. Буквально несколько дней назад в Ригу приезжала Джанна Стингрей, вот нам довелось с ней общаться. Она, вот, на днях выходит её книга «Виктор Цой – последний герой», которую она сделала специально вот к 60-летию. Вот эта книга, мы очень надеемся, что поступит и в Латвию, её можно будет купить. И она проводила встречу с читателем, у неё уже много книг по истории русского рока. И вот спрашивали о её ощущениях и её личном отношении к Цою. Она сказала такую вещь, что очень интересно, если Гребенщиков, он знал, ну как, он понимал и осознавал свою ценность, да, свою популярность. То есть он себя оценивал трезво, то Цой, он так до конца и не понял, какое он явление. Масштаб. Да, он не понял ни масштаб своей личности, ни масштаб своего влияния на своё поколение, ни вот, что действительно это такой, ну как, это исторический какой-то кусок был истории страны, на который он повлиял очень своими текстами, своей музыкой. И она вот рассказала, что они пошли за хлебом, это конец 80-х годов, и фанаты его узнали. Вот, и они бежали с этими буханками хлеба, с этими авоськами по улице, значит, и он не понимал, что, почему, почему. Вот, она говорит, я хохотала, потому что я понимала, что такое звезда, как в Америке звезду раскручивают, значит, и какой у него огромный потенциал. Он был, говорит, очень скромный человек и очень смущался. То есть, когда он выходил на сцену, это была энергетика, это была уверенность. Как только он уходил за кулисы со сцены, он был очень хрупким, очень нежным и очень-очень скромным человеком. Никакая не звезда. Ну вот сегодня, кстати, хотим подчеркнуть, что мы не специально подбирали гостя программы «Зелёная лампа» к юбилею Цоиде. 60 лет, всего-то, кстати, хочу сказать, да, 60 лет назад он родился. Но вот так совпало, то есть это тоже не случайно. Ты веришь случайности или не веришь? На самом деле верю, очень много раз такое происходило. Совпадение. Совпадение. То есть то, что надо, то и происходит. А вот, Даша, ты сказала, что вы ездили на место, вот, памятник, где Виктору Цоиде. Это первый раз, да, там оказалось? Нет, не первый раз. Меня родители уже привозили туда и не раз, и мою сестру. И моя сестра даже плакала каждый раз, когда она приезжает к памятнику. У неё прям слёзы стоят в глазах. Она когда была совсем маленькая. Я выступала уже тогда тоже с Денисом, я была знакома. Мы выступали в арене Рига с репертуаром группы кино. И я пела песню «Красно-желтые линии». И сколько тебе лет было? Не помню, где-то 14, наверное. Ничего себе. Вот. И тогда я уже, ну, начала интересоваться его творчеством, творчеством группы кино. Купила себе кучу книжек, прочитала кучу статей. Да, мне было интересно. И моя сестра, она, у неё память очень хорошая. Она, когда слышит, что я что-то пою, она запоминает все слова песен. И что-то я хожу, я помню, по дому, да, по комнате. И слышу, моя сестра Настя, да, поёт песню «Красно-желтые дни». Вот. Мы её записали на камеру. Отослали вот Денису Кореневу. Потом даже она выступала с этой песней в садике, с песней «Красно-желтые дни». Сколько ей лет было? Маленькая, Саша? Пять, шесть, где-то так, да. Нормально. А родители просто сидели такие. Все поколения под себя, да. А вы знаете, сегодня, вот сегодня его день рождения, у нас же есть, ну, как такое вот сообщество фанатов Цоя, да. И если на Фейсбуке у них есть своя страница, можно завести русскими буквами «Памятник Виктору Цою в Латвии» или «Латышскими пьемня Света Виктором Цоя». И есть сайт 35kme.lv. Да, это сайт. Вот там вот вся информация, всё, что здесь у нас есть в Латвии, аккумулируется вокруг, значит, персонажа, вот Виктор Цой. Там можно найти, и сегодня на озере Ридели ребята проводят большое мероприятие в памяти Виктора Цоя, значит, они будут плести, запускать в озеро огромный венок, на котором будет какой-то вот стенд с изображением Цоя пойдёт по озеру. Будет чемпион, будет конкурс по рыбной ловле, и от них будет какой-то специальный приз тем, кто поймает самую большую рыбу. И, конечно, там будет музыка, они будут исполнять песни Цоя и отмечать день рождения Виктора Цоя. Озеро Риделю, значит, это 7 километров от памятника Цоя в направлении Талсы. И на автобусе за остановкой Калнупе, это вот после памятника, то есть сегодня вот хороший летний тёплый вечер, и у кого есть интерес и идея, как его провести, вот можете поехать на озеро Ридели, и там будет день рождения Виктора Цоя. И ещё вот я хочу прочитать комментарий, да, один выписывал даже специально клипу, под клипом твоим, а один человек пишет, когда я слышу, мне за 50 он пишет, но когда я слышу, как девочка, родившаяся через 13 лет после Гибели Цоя, поёт эту его песню, у меня начинает щипать в глазах. То есть ты попала, это очень здорово, да. А понимала ты ответственность, когда бралась за это? Да. Я была готова к критике, потому что не всем нравится, что я беру за основу творчества группы Кино и Виктора Цоя. То есть многие считают, что только Виктор Цой достоин петь такие песни, и никто больше. Ну, кумир, потому что кумир, да, нельзя его перепевать, нельзя что-то новое вносить. И я была к этому готова, брала ответственность, конечно, но так как мне очень нравятся его песни, ну, очень, я... У меня мурашки по телу, когда я его слушаю. Мне было всё равно, потому что я в первую очередь делала это и для себя тоже. Вот. Ну, Цой жив. Цой жив. Цой жив, да. Кстати, интересно, вот мы за эфиром начали... Ты нам начала рассказывать про клип, в котором использовалась оцифрованная фонограмма, да? Да. Вот расскажи. Это клип на песню «Попробуй спеть вместе со мной». Это наш второй клип, ну, точнее, не наш, да? Мы потом взяли его за основу уже. Мы вдохновились этой идеей. В клипе на сцене стояла группа, и на заднем фоне было видео Виктора Цоя, как он поёт эту песню. Ну, вот, очень интересно получилось, очень неожиданно и красиво, по-современному сделано. Поэтому, да, мы решили тоже что-нибудь такое сделать. Сняли клип, я позвала своих подружек, они тоже снялись со мной в клипе. Ну, вообще, сегодня, в день рождения Виктора Цоя, в Петербурге проходит огромный концерт, и это беспрецедентная такая история, потому что концерт группы кино. Группа кино не собиралась 30 лет, и вот сейчас они собрались, и основу программы они взяли, оцифровали с оригинальных многоканальных записей голос именно Цоя, вытянули. И собрали ребят из оригинального состава, и вот этот первый муж Джанны Стингрей, гитарист Юрий Каспарян, и, ну, то есть, вот полный состав. Трое старого состава, и ребята, которые, значит, там, ритм-гитарист, клавишник. И вот происходит такой вот юбилейный концерт, и для него сделали практически как вот документальный фильм, которым на экране показывают и Цоя, и анимация, и современные съемки, и архивные съемки. В общем, вот такой вот мультимедийный многоканальный юбилей группы кино. И надеются здесь в Риге организаторы, что, может быть, осенью, ну, даже запланировали, что единственный будет в Европе вот этот концерт группы кино в сентябре пройдет в Риге, если, конечно, сейчас такая ситуация, да, если это, вот, даст Бог, сложится. Ну, давайте напомним, что программа «Зеленая лампа» сегодня посвящена помощи двум малышам пятилетним, двойняшкам, Ксюше и Миша Егоровым. Мы познакомились с этой семьей год назад, были у них в гостях, познакомились с мамой Вероникой, совершенно чудесная мама у них. Сестричка Катя. У них трое детей, старшая дочка Катя, у нее еще есть, и вот малыши, которые с рождения оказались нездоровы, больны, и очень долго не могли им поставить никакой диагноз, очень нужна была помощь. Мама была буквально в отчаянии, потому что все понимаете, что если на одного ребенка, да, нужны какие-то расходы медицинские, да, на всякие там реабилитации, в том числе, чтобы он начал говорить, вытягивать речь из него, логопед и физиотерапия, то здесь вдвойне, да, то есть все расходы надо умножать на двое. Мама была в отчаянии, и вот ей посоветовали обратиться в эту питерскую клинику, в медицинский центр прогноз, где занимаются именно вот такими проблемами отставания и умственного отставания, и проверяют детей, и очень хорошо помогают. У нас уже не первый раз мы отправляем туда. Особенно развитие речи, то есть там происходят чудеса, просто речевой прорыв происходит. А Миша, Ксюша, почему это важно? Потому что им пять, и в принципе есть все шансы подтянуть их таким образом, чтобы они пошли в обычную нормальную школу. Это очень серьезный, очень важный шанс для этих деток. И вот благодаря вам, дорогие радиослушатели, большое спасибо. У нас уже была программа, мы помогли отправиться, они прошли там курс лечения, и это очень помогло. Результаты отличные, очень хорошие, шаг за шагом, маленькими шагами, малыши эти движутся к улучшению. И мы надеемся, что вот сейчас вот этот следующий курс, который мы очень хотим помочь оплатить им, что он даст еще более лучшие результаты. Наш телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек, до вторника следующего работает для малышей Миши и Ксюши. А счет помощи открыт в благотворительном фонде BeOpen, с которым мы сотрудничаем уже много лет. И его можно найти в наших публикациях на страничках в Фейсбуке «Зеленая лампа» и на сайте MixNews.lv, тоже в рубрике «Зеленая лампа». Там, кстати, и фотографии, посмотрите на этих чудесных детей. И напоминаем еще раз и подчеркиваем очень четко, что с этих денег, поступивших на счет, ни одного цента не берется, ни комиссионных, никаких процентов. То есть полностью все средства пойдут напрямую на оплату лечения этих малышей. А телефон 930-6384. И, кстати, наша гостья сегодняшняя Даша Чеботарева, она сейчас певица, которая уже становится известной за пределами Латвии. А познакомились мы с ней, секрет сейчас приоткроем, 5 лет назад, когда Даша, сколько тебе было? 13, наверное, да? Причем познакомились на благотворительном мероприятии. У нас была сладкая ярмарка, тоже в помощь деткам собирались средства. И большой друг нашей программы, певица, композитор, руководитель Music Studio Тамара Ремкевича, она пришла со своими воспитанниками выступить, концерт устроила. Вот среди этих ребят была совсем юная тогда Даша. Даша, а что ты пела тогда, не помнишь? Ой, это было так давно, но я помню, что я пела английскую песню «The White Stripes Seven Nation Army» в аранжировке Маркуса Коллинза. Вот. Ну, такая веселая песня была по настроению. А что ты чувствуешь, когда вот ты в таких мероприятиях участвуешь? Это же не первый раз. Да, это не первый раз. Вообще, моя мама, она очень добрый человек, и она с детства нас с сестрой приучала помогать людям. И, конечно, я с огромной теплотой прихожу на такие мероприятия, благотворительности очень много, где участвовала вместе со своей мамой, с школы тоже. Мы собирали пожертвования. Какая школа у тебя? Рижская-Пурцинская средняя школа. Большой привет школе Пурцинской. Вот. Это замечательная школа, столько мероприятий, разных пожертвований, да, даже для животных мы делали, собирали. Каждый год у нас такие вот проходят пожертвования. Я очень люблю помогать людям, очень люблю. И даже своих учеников приучаю помогать людям, участвовать в благотворительных концертах. И спасибо огромное Тамаре, что она как раз подсказала, вот, и тоже устраивает. Недавно мы выступали на концерте, посвященном, ну, Бэглю Диэна. Для украинских беженцев. Сделали такой небольшой концерт, пели дети на украинском языке. А где проходил концерт? Ой. Мы говорили в прошлый раз. Да. За Ригой, да? Да, за Ригой. Ну, около торгового центра Спицы. Точно не помню даже адрес. Вот, у нас даже выступали дети, которые приехали с Украины, да, которые тоже сейчас учатся в Мирен Мьюзик Студио и в Тамаре Мьюзик Студио. Вот. И мы, кстати, очень хорошо подружились и пели вместе, пели народные украинские песни. Да, очень хорошо пришлось. Скажи, пожалуйста, а вот у тебя маленькие ученики, сколько им лет и чему ты их учишь, как ты с ними общаешься? У меня не только маленькие ученики, еще приходят взрослые. Ну, от шести, наверное, если судить, ну, совсем малыши, от шести до четырнадцати лет точно приходят дети. Вот, иногда приходят уже взрослые, да. И, ну, как, я учу их тому, чему когда-то учили меня. То есть, Тамара мне много чего рассказала. Также я опираюсь на свой личный опыт в различных конкурсах, потому что дети любят, как правило, участвовать в конкурсах, да, и не всегда они готовы морально к этому. Я их успокаиваю. Я им рассказываю, как правильно вести себя на сцене, как развлечь публику, что делать, когда, ну, внезапно забыл слова. А что делать, когда внезапно забыл слова? Петь все, что угодно, танцевать, хоть ла-ла-ла, там, зазаза-нэй-нэй-нэй, все, что угодно можно делать. Главное, не останавливаться, не входить в этот ступор, потому что дети вот очень часто забывают что-то или неправильно вступают в музыку, и все. У них такой ступор, они не знают, что делать дальше. Я сделал что-то не так, я подвел своего учителя, подвел маму, подвел всех, нет. Ну, вот смотри, получается, что уроки вокала, которые ты ведешь, как и Тамара в своей музыкальной школе, это не просто учишь мастерству их, да, вокальному, а это еще, это больше, шире, да, то есть их учишь человеческим качеством. А что еще очень важно для хорошего исполнителя, для певца? Вот каким человеком это важно? Каким человеком является? Нужно уметь раскрепощать себя, нужно петь с душой. Иногда выходят на сцену люди, дети, которые выбирают песни даже не по возрасту, допустим, на английском языке, и они даже перевода не знают этих песен. И они выходят и поют, и они не знают, о чем они поют. Вот не знают. И хочется спросить, а вот ты выбрал эту песню, потому что она тебе понравилась, как звучит мелодия, как там звучит припев, или потому что она только конкурсная, и ты хочешь с ней выступить. А ты не задумывался о том, что хотел сказать этой песней автор, о чем он поет. Может быть, у него что-то случилось в жизни такое, и он написал эту песню, а ты просто ее берешь, и, ну, поешь, ну, возможно, красиво, ты попадаешь в ноты, но ты поешь вообще без души. Я своих детей, своих учеников заставляю учить песни, рассказывать историю этой песни. Даже если она на русском языке, она родном. Лучше смотреть. Да. Прям читать между строк, как на уроке литературы. Даша, а вот ты счастливый человек, у тебя очень много людей, которые тебя поддерживают, да? И расскажи про ребят, с которыми ты вот работаешь. Вот Денис Куренев, он автор идей многих, и клипов, и на гитаре играет. Он замечательный человек. Я его обожаю. Он очень хороший друг. Он всегда меня поддерживает. Не только в плане музыкальной жизни, а также, если у меня что-то происходит, если я, например, зациклена на учебе, и у меня не хватает ни на что времени, и у меня там случаются какие-нибудь нервные срывы, потому что я хочу всё понять, всё успеть, он всегда придёт и скажет, Даша, не волнуйся, всё будет хорошо, вот завтра пойдём, запишем новую песню, и всё будет у тебя хорошо. Он очень часто приезжает к нам в гости, мы пьём чай, разговариваем, обсуждаем новые какие-то идеи. Конечно, он очень строгий в плане музыки, очень строгий. И иногда я забываю что-то сделать, что он просит, записать какое-нибудь видео, или выучить слова какие-нибудь, или подобрать образ на клип. Я забываю это сделать, потому что у меня там много всего происходит. Я ещё, ну, у меня много друзей, и я тоже иногда отдыхаю, уезжаю куда-нибудь, и забываю просто об этом. Он потом ругается, конечно, и мама ругается, но он понимает меня, да, и он как-то старается меня научить более ответственно относиться к делу, которым мы вместе занимаемся. Ну, я очень дорожу ему, молодец, конечно, и спасибо ему огромное за всё. И ещё мы слышали, что папа твой, который тоже тебя поддерживает, всегда про маму говорила, папа, он когда-то в своё время тоже занимался музыкой. Да. Причём не просто музыкой, а какой? Рок-музыкой. 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 Он ответил, что это название какой-то отравы для тараканов. Ну, есть такой днём. Да. Вот. И, ну, конечно, это было смешно, и ему нравилась музыка, и если перед мамой я могу выступить, и у мамы я всегда спрошу совета, как выступить, то я очень переживаю, когда в зале сидит мой папа. Самый строгий. Самый строгий. Хотя мама всегда, она, ну, она может сказать, Даш, ну, в этот раз было, ну, можно было лучше подготовиться. И всё, я, конечно, расстраиваюсь, и я начинаю злиться на маму, что вот, ну, как же так, я же ведь хорошо, я выступила, и всё, всё отлично, всё, я молодец. Вот. А маме что-то не понравилось. Ну, если не понравилось папе, всё, для меня это трагедия. Я уже ни с кем не хочу разговаривать, у меня настроение испортится на целый день. Я почему-то его воспринимаю как профессионала. Я один раз попросила его на гитаре меня научить играть. Это было лучше бы не просило. Очень строго. Очень строго. Он мне дал упражнения. Я сидела, у меня пальцы уже болели, я их стирала в кровь, потому что очень хотела научиться играть на гитаре. Он на следующий день приходит, говорит, ну, показывай мне, чему ты научилась. И у меня трясутся руки. Я начинаю ему показывать, у меня пальцы не попадают по струнам. И он такой, ну, и чем ты занималась? Ну, и почему ты не выучила то, что я тебя просила выучить? Сиди, играй. Сиди. Ты же хотела научиться, вместо того, чтобы гулять там со своими друзьями. Требовательный. Да, очень требовательный, очень строгий. Даша, ну, ты финалистка вокальных конкурсов «Браво», которые эстонские, да, и здесь проходила в Риге. А в 2019 году в составе дуэта «The Gardens» победила в конкурсе «Х-фактор» «Латвия». Я не победила, я попала в финал. Финал, финалистка была. А также в каких еще конкурсах? Ой, очень много было конкурсов. Исмейщий талант. Исмейщий талант. И Кит Северс, мой первый конкурс, в котором я участвовала. А нет, до этого еще был «Голос Латвии». Ну, многое. «Европ Стейдж» тоже. Недавно сидела как председатель членов жюри в конкурсе «Евро Юрмала». Тоже это мой опыт. Первый раз я так сидела в членах жюри. Было сложно, правда, оценивать детей. Ну, мы желаем тебе и дальше вот так двигаться, так по возрастающей. И чтобы твой успех только нарастал. И новых-новых песен. Мы сейчас поставим, уже программа к концу подходит, поставим песню Даши. Но сначала вот просто вам напомним, что мы все вместе сегодня помогали, включали зеленую лампу для двух пятилетних малышей, вдвойняшек, Ксюши и Миши Егоровых. Наш телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек. Каждый звоночек, как я люблю говорить, соединяясь с другими, превращается в большую и реальную помощь, чтобы вытащить этих детей к здоровью. А еще, знаете, вот сейчас все равно будет такой этот магазинный ажиотаж, все поедут делать закупки к празднику Лига. И в этом смысле, вот просто представьте, 1 евро 42 цента, да, на фоне вот этих вот наших... Это даже не крошка пива. Закупок, это вообще даже сейчас не чашка кофе, не бокал пива. Это складывается в очень большие суммы вместе. И сейчас мы быстренько вам скажем итоги прошлой недели. Мы помогали малышу из поселка Ветсумнеки. Там очень тяжелый малыш, пятилетний Кристоф Голбис. И было собрано 6 577 евро и сделано 1484 звонка, что составило 1840 евро. Так что вот этот наш телефон 930-6384 на этой неделе помогает Ксюша и Миша. В студии у нас Даша. Да. Да, все будет хорошо. И этому мальчику, Кристофу, там большая сумма, длительный курс лечения. Мы будем продолжать собирать деньги, но эта неделя телефон уже переключен на Ксюшу и Мишу. Даша, мы тебе желаем, чтобы твоя карьера развивалась, горячих поклонников и море аплодисментов и новых клипов, новых песен. И, возможно, какая у тебя мечта? Поделись, пожалуйста. Мечта? Да. Дарить людям радость, энергию, музыку, выступать на большой сцене. Пусть это сбудется. Перед праздником мы всем желаем, чтобы у всех сбылись мечты, а главное всем здоровья. Даша, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Мы еще тебя позовем. И сейчас попросим нашего звукорежиссера Евгения Копейна включить нам ту самую песню, о которой мы так много говорили. Это «Апрель». Группа кино «Виктор Цой». Исполняет Дарья Чеботарева.